Евгений Баранцев «Историей Рязанской земли» в годы Великой Отечественной войны занимается уже очень давно. Он издал несколько книг, был в числе создателей фильма о рязанском бойце. Год за годом Евгений с единомышленниками восстанавливает неизвестные странички тех страшных лет, буквально по крупицам. В свое время в краеведческой литературе я прочитал рассказ одного жителя Клепиковского района, который описывал некий воздушный бой в небе над его деревней. Марку самолета он там называл неправильно, теперь мы уже это можем сказать точно. Он говорил, что это был самолет Ил-2. На самом деле, как мы установили этот самолет Ил-4. И вот он рассказывал, что этот самолет был сбит и упал в болото. Соответственно, этим воспоминаниям было большое количество лет. Мы их нашли и решили проверить. Выехали еще в 2020 году на место, поговорили с местными жителями. И оказалось, что действительно такой факт был. Но точное место падения самолета показать никто не мог. Долгая трудная работа целой команды позволила сузить зону поиска до квадрата, на котором с помощью металлоискателя весной этого года поисковики наткнулись на торчащую лопасть винта. А на глубине полтора метра оказался и весь винт и мотор. На территории Рязанской области в годы войны потерпело крушение довольно-таки большое количество самолетов. Советских, немецких. Но вот эти вот найденные фрагменты, это пока наиболее крупные находки, сделанные нами примерно за 10 лет. То есть пока это самое большое и самое интересное, что нам удалось найти. И здесь особая ценность представляет сохранность двигателя. То есть болотистая почва, она законсервировала мотор и винт. В результате сохранилась и заводская краска, сохранилось и масло, которым промазывали детали еще в далеком тревожном 41-м. Поршни ходят в цилиндрах. Найденные в Клепиковском районе фрагменты остатки советского бомбардировщика ДБ-3, впоследствии известного как Ил-4. Самолет был сбит во время боя. Рухнул в болото, спаслись почти все члены экипажа. Лишь один погиб по неизвестным причинам. Дальнейшая задача – установить место захоронения погибшего стрелка-радиста и увековечить его имя, если это еще не сделано. А найденные фрагменты отправились на временное хранение в Аксин, где их очистят реставраторы, чтобы впоследствии выставить в музее, где будет рассказываться история Великой Отечественной войны на территории региона. Работа над созданием музея сейчас активно ведется.